Все случилось из-за того, что я стал долбанным извращенцем, так что это будет история с некоторым рамом. Что-то вроде не буди лихо, но кого оно тебя не касается, или не вмешивайся в частную жизнь ведомой фигни. Ну и, конечно, забавно. Уверен, половина еще в мире происходит именно благодаря. В моем случае папа была одна и звали ее Светка. И все у нас было хорошо. Столько хорошо, что на День Святого Валентина она привела к ламане телескоп, мол, будем вдвоем смотреть на звезды. Но со звездами не сложилось, потому что ровно через две недели он ушел к какому-то хмыру. Сынкул родительских друзей, а я остался в компании разбитого сердца и гребаного телескопа. Честно говоря, первым моим желанием было хорошенько долбнуть его об стенку, выбросить вместе со своими горестными воспоминаниями. Но я не оставлял надежды, что Светка ополнится и вернется ко мне. Я, конечно, благодарно прощу, как бы случайно намекнувшись, кто-то сберег нашу мечту о звездах и всей остальной сопливой романтике. Да, сейчас никто ко мне, само собой, не вернулся. И как-то так получилось, что очередной унылой, полной жалости к самому себе вечер я решил посвятить освоению телескопа. Последовательные люди в таких случаях читают инструкции, но я был не из таких, поэтому никаких звезд я не увидел. Зато я увидел кувыркающуюся в постели парочку многоэтажки напротив, а несколькими этажами. Ниже — весьма недурную девчонку, которая растекала по квартире в одних трусах. Короче, телескоп оказался просто кладезем развлечений, и я подсел на это дело очень быстро. Скоро я, как забравский сталки-развращенец, уже знал, чем живут соседи по двору. Например, я знал, что тетка на ауди вводит к себе любовника под пять детей в школе, что добродушный дворник подколачивает свою благоверную, а симпатичная студенточка кратает вечера за просмотром хардкорного химпайна. Хорошо, что я когда-то отказался от идеи к ней подгадить. Кто знает, какими травмами для здоровья и потенции это могло бы обернуться. Чувствовать себя незримым наблюдателем было наше место. Но, во-первых, у меня всё это время особенно лепило солнце, от чего я почти растерял последние остатки уважения к себе. А во-вторых, и, наверное, в главных, жизнь ближних оказалась на редкость однообразной, и мой пыл как-то быстро поутив на моё счастье в радиусе. Обзора помимо чинных новостроек находился Гадюшник. Это печально знаменитое местечко. Убогая панельная пятиэтажка, где обитатели сплошные алкаши, сумасшедшие старухи, бывшие зэки и просто психи и ублюдки. Короче говоря, весь бомон нашего района. Ясное дело, нормальные люди старались этого дома избегать, обходить его стороной. Оттуда круглые сутки доносился смачный мат, летели прямо из окон бутылки окурки. Каждую неделю из Гадюшника кого-нибудь увозили на скорой. Как правило, с парочкой ножевых. Впрочем, были и попытки суицида. Неудивительно, что Гадюшник обеспечил меня множеством ярких нот, и криминальная Россия в любое время суток. Любимыми моими персонажами стали Пообненные бабки, которая оболокла в свою берлогу весь хлам с окрестных сглавок. Мрачный мужик, который каждый вечер напивался до бесчувствия в обществе самого себя. И веселая семейка, в чьей квартире дым коромыслом стоял непрерывно. Особенно весело было наблюдать за тем, как жена уводилась в больницу очередного случайного гостя. А ее мужик в это время исследовал содержимое его кошелька. Забыты были не только телевизор комп, да и Светка с ее новым хахалем тоже. В конце концов, у меня тоже все било ключом. И мне за это ничего не было. Даже совесть наконец-то заткнулась, потому что одно дело подсматривали. За приличными убрателями. Другое дело со всяким сбродом. Через некоторое время я заметил очень странную особенность Гадюшника. После двух ночи все его обитатели. Даже самые ответы буквально вырубались. Как будто их кто-то отключал. Сначала это совпадение мне казалось забавным, смешным. Но еще под гребаный час быка и весь сброд отправляется на очную ставку со своими личными демонами. Но чем больше я за этим наблюдал, тем более неестественным казалось мне все происходящее. Особенно после того, как я начал замечать... День. Смеющий погодюшнику после отбоя. Но это странным образом только усиливало мое любопытство. И оно в конце концов было вознаграждено. Мне удалось рассмотреть обладателей этих теней. Они передвигались на четвереньках. И больше всего были похожи на какие-то скелеты, обтянутые плотной черной кожей. Сначала я не понимал, какого хрена они вообще делают. Я отказалась, они просто подползают к спящим обитателям гадюшника. Замирают возле них на несколько часов, словно выпадают в какой-то ступор. Но потом, разобравшись наконец с толпанными настройками телескопа, я смог приблизить картинку. И увидел, что воздух вокруг спящих как будто колышется. Вроде какой-то мареван над нагоретым асфальтом. Вот только эта марева... Откликла на все законы. Физики утекала туда, где у черного уродца, по моим прикидкам, мог находиться рот. Я понятия не имел, что делать с этой потрясающей информацией. Но на всякий случай решил продолжать наблюдения. Уж очень интересно мне было, откуда появляются черные хреновины, и куда они потом деваются. Любопытство, как известно, наказуемо. Но я же был далеко. Меня-то в моей уютненькой квартире никто не мог достать. В итоге я выяснил, что тварей было не так много. Всего что пять. И посещают они квартиры в совершенно произвольном порядке. Никакой системы. С местной гопотой после их визитов ничего особенного не происходило. Они, как обычно, просыпались утром, шли бухать и спускать свою жизнь в трубу. Я очень жалел, что никак не удается рассмотреть этих тварей во всех подробностях. Но тут-то мне снова подфартило. Как-то ночью одна из них решила нанести визит моему любимому персонажу. Алкашу-одиночку, который вырубился прямо с кухонным столом, не успев поднести ко рту очередную куплю. Сначала черный уродец просто стоял в своем обычном ступоре. А потом повел головой, как будто что-то услышал. И уставился как будто прямо на меня. И, твою мать, у него не было глаз. И рта не было, и ушей вообще ничего не было. Просто черный шар на тонкой шее. Но при этом я все внутри почувствовал, что он меня обидит. И что эта хрень смотрит прямо на меня. И прекрасно издевает, что я-то ее тоже вижу. Уж его зашумело. Я был готов погляться, что, несмотря на приличное расстояние, слышал какой-то мерзкий клёкот и визг. Но меня как будто что-то удерживало от того, чтобы просто оторвать взгляд. И как можно быстрее задернуть шторы и притвориться, что меня тут никогда не было. И в родице смотрел и смотрел на меня своей безглазой мордой. А я стоял столбом и боялся, что сейчас моя черепушка сорвется, как гневая тыква. А потом лень за телескопа стреском лопнула. Я отпрянул назад, споткнулся об что-то и грохнулся на пол. Напоследок приложившись головой подлокотник к кресту. Но когда я пришел в себя за окном, по-прежнему было темно. Я решил, что прошло, возможно, несколько секунд. Но компасом живо подсказал, что в отрубе я провалился ровно сутки. И за это время ни одна смолочь не удосужилась позвонить и узнать, что же с собой случилось. От этого мне стало так паршиво и одиноко, что я от души был из полезных телескоп ногой. А потом достал оставшуюся с Новым годом водку и все ее выпал. Утром я кое-как весь паршившийся протрезвью отвинул на работу. Но внезапно обнаружил в себя ларька, покупающего бухула. И такое ощущение, что я сделал это неисознанно, как будто под гипнозом. А выпить хотелось дико. Да еще и алкаш-обитатель гадюшника, стоявший возле меня, так понимающе улыбнулся, обнажив до гнивающей пеньки зубов, что меня аж заботило. В общем, нормально в себя почувствовался я только дома и то после третьей рюмки. Кажется, я бухал, дней десять. Видимо, страдания по светке нашли способ самовыражения. Просыпался утром совершенно разбитый, натягивал куртку, шел за водкой. Иногда в компании соседа, но чаще один. А сосед, так кстати, оказался классным чуваком. Я-то думал, он какой-то унылый затрон компьютерный, но после того, как мы вместе рассурили палку зубов и пару раз нажрались до бесчувствия, короче, мы теперь друзья не разлей вода. Да блин, о чем это? Я в последнее время с памятью творится странное. Да. Что же до черных уродцев, я о них иногда вспоминаю. Особенно, когда в более-менее время в состоянии тыщусь по лестнице на двери в подъезд. Звуки руганий блатного шансона, а также неведомо откуда появившиеся, но тогда до чистых ступеньков. Грязь, мусор, лужицы мочи очень располагают в воспоминании о гадюшинке. Я даже решил купить себе новый телескор. Можно же узнать, что это все было. Вот завтра же и куплю. Я же не какой-нибудь алкоголь. Уберусь в любой момент.